Добровольцы приняли трудное, но одно из важных решений в своей жизни. В скором времени они будут на передовой защищать мирных жителей новых российских территорий. Олег из Коврова плечом к плечу стоит с братьями по оружию. О своем решении мужчина не жалеет. Изначально, как все это начиналось, я сразу захотел. Ну тут были свои проблемы тоже, но очень долго разговаривал. И в конце концов, вот, добровольцем контракт. Счастье родину обязательно, конечно, и мужикам помочь. Трудным там тоже. Чтобы мои дети, ну дети даже не видали вот этих нацистских символик вообще просто прям, чтобы прям не было. Добровольцев провожали родители, жены и дети. Все они молятся об их скорейшем возвращении и обязательно с победой. Это его решение, я поддерживаю. Просто держусь, чтобы не плакать ничего, а поддержать. Мы его все ждем, очень сильно любим, чтобы он себя берег. Вот, но это ж папа. Провожали бойцов не только родственники. Поддержал мужчин и сказал им напутственные слова контр-адмирал Геннадий Жерин. Ветеран Вооруженных сил России напомнил добровольцам, что они потомки победителей. Людей, которые ценой своей жизни подарили мирное небо над головой. Ваши семьи, вся страна не ждет от вас подвигов, но вы должны сделать победу и вы ее сделаете. И главное еще ваша задача вернуться домой, где вас ждут здоровыми и неволюнировыми. Победа может быть только сильных, сильных духом, сильных здоровьем. Поэтому желаю вам удачи, здоровья, победы и полного здравия вернуться сюда. Пополнить ряды добровольцев может любой желающий. Во Владимире пункт отбора на службу по контракту находится на 1-й Пионерской 92. Здесь можно пройти медосмотр и с помощью экспертов определиться с подходящей воинской специальностью. Также можно обратиться в военные комиссариаты по месту жительства. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров, Татьяна Семенова.